Здравствуйте! Это канал Доктор Мамонтов, канал о здоровье костей и суставов, канал об образе жизни. Два года назад на своем YouTube-канале я опубликовал несколько видео под общим названием «Что о вас расскажет ваш скелет?». И в этих видео я говорил о том, что у каждого человека имеется свой конституциональный тип, свои пропорции тела, свои размеры и свои формы тела. И существует три типа – астеник, нормостеник и гиперстеник. Астеник – это человек, у которого продольные размеры преобладают над поперечными. Это чаще всего высокий худой человек или небольшого роста худой человек. Это гиперстеники, у которого наоборот продольные размеры меньше, а поперечные больше. Это люди коренастые, небольшого роста или рост чуть выше среднего. И нормостеники – это люди абсолютно пропорциональные, их еще называют атлетиками. Так вот, каждому конституциональному типу соответствует определенное заболевание, к которым этот тип предрасположен. Это не мои личные выдумки, это история медицины. Достаточно сказать, что древние врачи, как они могли лечить пациентов, например, 3000 лет назад. Тогда же не было ни лаборатории, ни рентгенографии, ни МРТ, ни КТ. Вот приходили к нему пациенты, и он по внешнему виду мог определить, к какому заболеванию данный пациент предрасположен, или какое заболевание в данный момент у него есть. Вот этого человека будем лечить. От болезни желудка, у этого больная печень, у этого больные суставы. А вот этого будем лечить от заболеваний нервной системы. Создавались свои классификации. Потом это все систематизировалось. И появилась некая концепция такая, мировая, да. Которая состояла в следующем. Каждому конституциональному типу соответствует определенное заболевание, в котором этот тип предрасположен. Но это абсолютно не значит, нет в этом никакой фатальной неизбежности, что вот если человек предрасположен, например, к заболеваниям желудка, так это заболевание у него и разовьется. Нет, речь идет только о тенденциях. И о возможностях развития того или иного заболевания. Итак, это первое. Каждый человек имеет свою конституцию. Свои размеры, объемы и пропорции тела. Которые передаются по наследству. И которые даны ему с рождения. Кроме этого. У каждого человека есть определенный тип высшей нервной деятельности. или свой темперамент. Согласно этой классификации, люди делятся на флегматиков, меланхоликов, сангвиников и холериков. И каждому типу темперамента так же соответствует определенное заболевание, которое может развиться. Кроме конституции человека и темперамента, которые передаются по наследству и с которыми мы рождаемся, у каждого человека есть характер, который формируется в ответ на взаимодействие с условиями внешней среды. И получается такая конструкция. Конституциональный тип, темперамент, характер, которая и будет влиять на человека всю жизнь. которая будет создавать его как личность, как физическое и как духовное. И эта конструкция может как предупредить заболевание, к которому человек конкретно предрасположен, а так же может и способствовать развитию заболевания. И эта же конструкция в значительной степени, если человек подготовлен, может помочь вылечиться от определенных заболеваний, даже самых тяжелых. Вот то, о чем сейчас я говорю, описано в очередной моей книжке, которая называется «Темперамент и болезни. Взаимосвязь». Прочитав эту книжку, каждый найдет себя и точно определит, к какому конституциональному типу он относится, к какому типу высшей нервной деятельности он тоже относится и к каким заболеваниям он предрасположен. Зачем нужно знать человеку, к каким заболеваниям он предрасположен? Ну, во-первых, это интересно. А это интересно еще с какой точки зрения? То есть, пока человек здоров, он может предупредить определенные заболевания, к которым он только расположен и которые, возможно, у него разовьются через несколько лет. Эта книжка интересна для молодых родителей, у которых маленькие дети. И, разумеется, любой родитель хочет, чтобы его ребенок вырос здоровым, крепким и жил долго, без всяких болезней. В этой книжке родители найдут определенные тесты, обучатся тестам, благодаря которым родители точно определяют, к какому конституциональному типу их ребенок относится, к какому темпераменту их ребенок относится, увидят перечень заболеваний, которые могут развиться и могут составить определенную программу профилактики этих заболеваний. Также точно эта книжка будет полезна для пожилых людей, для бабушек и дедушек. Вот кто-кто, а они точно желают своим внукам добра и долгой жизни и хотят, чтобы они были веселыми, крепкими и радовали как можно дольше бабушек и дедушек. Так вот, прочитав эту книжку, бабушки и дедушки также сумеют найти всю нужную информацию про своих внуков и могут составить определенную такую программу действий, чтобы их ребенок никогда не заболел и был всегда здоровым, крепким, жил долго и счастливо. Эту книжку можно скачать. Есть аудиокнига. Книги продаются на различных интернет-ресурсах. Пройдите по ссылкам, которые указаны вот под этим видео. Хочу еще сказать, что для каждого конституционального типа и для каждого типа темперамента у меня здесь в этой книжке есть специальные рекомендации и специальные упражнения, которые будут укреплять нервную систему, костно-мышечную систему, дыхательную систему, сосудистую систему и будут избавлять от недостатков, от недостатков, которые есть у каждого конституционального типа. Итак, советую купить эту книжку. Поделитесь этим видео, которое вы сейчас смотрите со своими родными, друзьями, близкими, родственниками. Поставьте лайки. Всего вам доброго. До свидания. и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok